всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня мы записываем колледжский блог записываем его не по дороге из колледжа потому что когда мы забрали марину вчера были телефонные разговоры и в общем они закончились как раз уже когда мы начали ужин поэтому сегодня так сказать и вчера у меня был экзамен по географии по любимому предмету и в общем хочется сказать красавица что мы все живы и здоровы перед экзамен не перед экзаменом она разместила это в нашем на нашем сайте вот этом внутри в начале семестра подготовка к каждому экзамену ты открываешь там распечатаны вот типа с этого параграфа главное знать вот это вот это вот это в общем основываясь из того что она дает к чему больше готовится концентрируешь на этом больше внимания в общем неделю я к этому готовилась и вчера ровно в 9.30 она сказала начали опять были эти чудеса с собиранием сконтронов она их опять все тусовала передавала потом после того как она их раздала по второму кругу она сказал кто-нибудь хочет сообщить о каких-нибудь пометках на сконтроне потому что если вы сейчас о них не сообщаете а потом я вижу что на них что-то было или что-то было даже стерто допустим потом идти вы не докажете что это не вы себе какую-то пометку делали истер подожди нет а если ты отмечаешь но потом передумала стираешь и кружочки можно но смысл ведь я дома пользуюсь своим сконтроном да я бы могла себе какие-то ну написать важные цифры допустим где-то тихонечко написать ну допустим сколько там должна быть скорость ветра чтобы это уже перешло в категорию урагана я потихоньку себе маленькую цифру 74 поставила ну не было бы легче она вот поэтому это и делает так вы же потусовать так правильно а вдруг кто-то туповат сделал это и мне попадает расписанный и если ну да я виновата получаю смотри если я не подому руку и не скажу что у меня есть расписанная просто сотру и она осматривала москва к тому что когда уже она раздала потусованные вы должны должны доложить у меня какой-то непонятный этот самый да что вот здесь он или потерт или что потому что потом будет считаться что тестером вот на площади где-то эти кружочки зарисовываешь ты можешь стирать перетирать там ну сколько угодно раз мне кажется это уже граничит с каким-то блин этим как граничит потому что входит до того что вот я же говорю она не разрешает ручку и брать многие нервничать сидят крутят ручку да а ее нужно положить ты сидишь такой руки на столе на тип объятия ощущение как будто вот нас отбирают на полет в космос да и я даже не знающим можно сравнить чтобы понимали да как в свое время защита диплома у меня началось очень интересно у меня естественно прокат сидит комиссия доска я маленького роста мне я дотягиваюсь ты пытаюсь вешать такой вот он падает я громко такая но я была молода эксцентрична эмоциональная сказал поворачиваюсь на людей смотрю там 12 человек в комиссии людмила веществом почти блин подгоревший блин ну они гвоздики то рассчитаны ну скажем я не знаю на кого не там вешаю он падает а я-то нервничаю до студент нервничать волнуется я высказала все что я чё в срок это сказала как и когда-то меня доходит что я тоже сказала и они тоже это услышали вдохнула оборачиваюсь и улыбаясь сейчас тебе помогут поесть но она тоже такая ну если я потом начало уже думаю надо броню про нужно типа защищать диплом как защищаю защищаю вот и все было хорошо и в общем защитила диплом я на 10 у нас уже тогда ввели 10 вольную эту систему все прошло хорошо и на мою вы как-то сказать выходку не выходку на мой эмоциональный порыв внимание не обратили но просто в комиссии с 12 человек было два преподавателя которые меня очень хорошо знают и один человек который уже директор фирмы который был заинтересован в том чтобы я умолю молодых специалистов нет он был заинтересован во мне поэтому как бы ну я не думаю что он прям разочаровался во мне услышав это думает нифига себе сапожник уже и лексикон то выучил да конечно простой а так про экзамен я в общем раздали мне опять попался желтый экзамен я думаю желтый это хорошо может кому-нибудь облачка и туманит за я не знаю кому там что куда попало ну в общем все она сказала переворачиваем время пошел я начинаю отвечать 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 какие-то вопросы я отвечаю какие-то по схеме что не находишь сразу ответ его надо просто помечать для себя допустим крестиком и откидываешь его не надо на нем тупить и как-то я на второй странице вопросов применял что как-то у меня много вопросов которые я откидываю и у меня нижней такой как нервоз начинается но думаю так главное дойти до тех где начнутся диаграммы где начнутся графики я в этом все понимаю волнуваться не надо дело в том что вопросы где выбирать ответ они оцениваются один вопрос один пойм а уже вопросы где диаграммы вопросы где нужно расписать ответа не могут оцениваться один вопрос три балла и поэтому важнее все таки ну важные вопросы большие которые оцениваются лучше сделать все я делаю графики графики я понимаю я понимаю какой у нас климат я там то считать и делаю 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 я вижу вопрос да я как вам сказать ну как собака понимать все прямо сказать ничего не могу я вижу название прибора но у меня вот так вот чик я ничего не помню я помню как мы делали опыт с этим прибором за не сказала самое главное что твоих вопросов которым ты больше всего была готова ничего не было там единственное что было это про вопрос вот этот про ураган и было про то что про направление ветра если короче если сегодня грубо говоря у нас именно про наш климат мы разговариваем вот грубо говоря совсем-совсем про местность что грубо говоря если у нас сегодня после обеда летом какой у нас будет воздух типа с океана или ну какой у нас бриз рент и вайн ты лети поэт и что еще но по-моему все римушки и что еще а и было то к чему я очень сильно готовилась я разбирала это эффект тени в горах все все остальное здравствуй учи копайся в себе пытайся придумать то чего ты не знаешь ну мы как бы об этом говорили но она не выделял это как то что это нужно запомнить и я ты говорила что она говорила что это вам вообще не надо да были вопросы которые конкретно когда она мы проходили их она грел но вот это вам для общего развития вам она не понадобится ни на экзамене нигде и честно говоря когда я готовлюсь к экзамену я эти слайды просто даже пропускаю потому что я думаю сконцентрируюсь на том что для меня важно чтобы не забивать голову вот этой фильме в общем для себя я сделала вывод что на третий экзамен просто нужно учить вот отсюда и блин сколько успеешь выучить прям к экзамену потом у меня вот с этим вопросом я помню мы делали эксперимент ну все я не помню что мы делали зачем мы это делали но я видела что времени у меня еще есть много я начала сидеть и просто так и сама себе думать если мы это крутили зачем мы это крутили и в общем потом я написала и когда уже закончился экзамен я вышел начал быстрее в интернете искать практически все правильное написал какие-то вопросы нужно было порассуждать почему опасно какие-то осадки которые опасны в общем ну наверно мне было сложно мне было сложно потому что я я шла достаточно уверенная в себе что я очень хорошо подготовилась оказалось что я очень хорошо подготовилась но к другому и цель короче тебе не выпали эти билеты ну видимо там кому-то они наверно попали раз ты говоришь у вас цветные листочки эти всем рада но не у всех но понятно типа что не пересекали чтобы ты ни слева ни справа ни сбоку ни сверху не мог ни у кого посмотреть и я подготовилась к чему чужому экзамену расширила свой кругозор ответы я буду знать она сказала что она их опубликует субботу до обеда если у нее ничего не изменится то она в субботу их опубликует а сейчас ты еще хочешь рассказать кто-то там нарвался не сейчас я хочу рассказать про моего друга про вот этого парня что я тебе рассказывал что мы который умеет заискивать хорошо нет нет с которым мы подружились сережки красные у меня есть друг дружок подружку и развивать да и в общем ситуация я уже была в классе когда ваша наш преподаватель по класса успеха да и такой засмеялся да и говорит девочки говорит а вы знаете что что обычно происходит когда типа две девушки на какое-то мероприятие мы вчера были одинаково одет одинаковые вот эти вот рубашки и вот так у нее джинсы были немножко что вообще одинаковую рубашки рубашки полностью одинаковые не со джинсами обувь я не видел что не зову не не сконцентрируешь он знает что учитывая что у нас вчера была конференция по поводу наших оценок за полсеместра он где-то вы знаете что происходит когда типа две девчонки на одно мероприятие приходят типа в одинаковых платьях нет не знаю где тот кто пришел второй тот должен уйти ну вообще зашел сайт преподаваться так что он так и сказал? офигеть ой ну короче и я поражала и преподавателя посмеялись решили остаться вдвоем а она такая ну она засмеялась и такая говорит знаешь Дэн мы просто не будем фотографироваться вместе решили с ней не фотку прикольно быстро знание строится видишь раз уже и окна стоят а у нас вчера great конференция это когда учишь ее персонально с учителем ты обсуждаешь свой свою текущую оценку я к ней пришел со своей это называется great tracker ты там отмечаешь задание там написано допустим твое сколько ты имеешь за это задание и сколько ты возможно мог иметь там его нужно правильно оформить ты вот с этим листом подходишь ну ни одно задание все что мы успели сделать к восьмой неделе обучения у меня 426 очков ходить можно вообще туда уже точнее не ходить ну мы так с ней в принципе потом стояли стояли и разговаривали в это время весь класс пока эта конференция проходит она подзывает каждого персонально класс делает какое-нибудь задание она нам раздала вчера задание нужно было написать свои 4 на длинный период цели и 7 на короткий период цели ну в общем у меня по этому классу все хорошо а теперь самое интересное как мы уже говорили у меня есть наблюдение есть такое задание как наблюдение за ребенком и потом нужно расписать так вот учительница проверяя наши работы по наблюдению за ребенком выяснила что один человек она не сказала кто но она говорит я читаю и понимаю что этот человек не ходил не наблюдал за ребенком потому что ну быть такого не может что ребенок делал все то по порядку то что я попросила с чем разогнул разобраться там по типу когнитивные способности говорит а это прямо говорит ребенок как будто готовился к этому дню и решил выложить все да при том в том порядке мы же к этому к этой работе которую пишем прилагаем свои от руки записанные заметки которые мы делаем в течение этих часов в наблюдении и заметки сделаны так равномерным почерком ну видно что человек не быстро скажем она говорит писал и опять же по порядку как это нужно вносить в отчетную бумагу и она говорит ягодь подумала ну а вдруг совпадение а мы говорили ей куда мы были зачем мы в костку поехали за жвачками за мишками мишки в санях а еще что в кост а ну вот опять забыла был список написать у всех спрашивали а сами не написали ну и в общем мы давали ей когда перед перед началом этого ну как бы проекта мы ей говорили где мы будем делать это в каком месте и вот она позвонила туда и говорит здравствуйте я звоню вам сказать спасибо что вы вот разрешили моему студенту там бла 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 ей говорят извините это вы наверное что-то ошиблись к нам никто не приходил она говорит что вы что вы приходил проверьте такого числа ей еще раз проверили и сказали что никого не было она говорит что ягодь решила дать этому человеку шанс она написала имейл что нам нужно встретиться она встретилась с этим человеком и говорит ну как твой observation день говорит туда-сюда задавала всякие наводящие вопросы чтобы вывести ну на то чтобы человек сознался она сказала так что если бы во время вот этой персональной встречи этот человек ну грубо говоря сказал извините была не права исправлюсь ну была потому что у нас скорее всего это женщина потому что у нас только один парень сейчас учится ну если бы она говорит типа осозналась я давала шанс а так она составляет репорт вот в в эту вот я забыла как это слово называется о том что человек обманывает ну короче это та женщина которая говорит что вы делаете имейте всегда в виду что я всегда типа стука ну в смысле дороже ну со списыванием в колледже с подсматриванием у другого это нет это не проканает и дело в том что вы будете сидеть спокойно и думать что у вас про канала в это время о вас уже будет знать вся администрация колледжа потому что они же не говорят Маша перестань там списывать вот как у нас в мое там школьное время было или там дальше да никто никому ничего говорить не будет тебе она будет стоять урбаться и в это время дописывать что ты делаешь короче лучше получить двойку грубо говоря конечно потому что это в твоем репорте остается и ты придешь в университет да если тебя возьмут потому что вот это вот пометки эти что ты там списывал обманывал ну мухлевал типа с домашним ну заданием да оно все идет и это может стать препятствием для поступления в университет или об этом могут тебя спросить это тоже не самый приятный разговор да поэтому в общем наверное если если делаешь делай как можешь как говорится а если по экзаменам либо сготовиться к ним либо не сдам либо лучше не сдам ну и опять же вот вчера на экзамен по географии некоторые люди просто не пришли ну мне кажется да ну хорошо даже если ты не готов да то наверное лучше прийти и попытаться методом ты как вдруг до чего-то попадешь да чем или так у тебя будет ноль типа никаких баров за это не будет наша жизнь в Америке new life is my life не забывайте поставить колокольчик чтобы не пропустить новые видео и увидимся буквально совсем скоро бай бай пока пока не забывайте не забывайте ваше это было Продолжение следует...